30 апреля в поселке Курагино состоялся массовый легкоатлетический пробег, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ребята, взрослые, юноши и девушки, на нашей территории сегодня проживает 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Это те, кто дожил до 74-й годовщины победы. Я думаю, что пробег сегодня посвящен тем, кто живет на территории, кто дожил до дня Великой Победы и тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто умер от ран, кто умер по возрасту, но добыл нам эту победу. Это мирное небо, это хорошую погоду, это настроение. Всех успехов, удачи и хорошее настроение на все майские праздники. Всего самого доброго. В пробеге приняли участие и школьники, и взрослые люди. Регистрация участников проходила на центральной площади поселка. За чего надо было? Чтобы быть здоровым. Есть сильная. Седов приходили целыми коллективами. Например, в этой празднично-спортивной акции активное участие приняли коллективы детского сада номер 15, управление образования, централизованной бухгалтерии. Также в пробеге приняли участие представители управления экономики, администрации района во главе с Владимиром Дудченко. Кстати, в этот раз глава района оказался самым старшим участником пробега. Самому младшему 8 лет. Стартовали участники ровно в 11 часов с площади поселка. Своим примером показывает, что физкультуре и спорту всегда можно уделить время. Тем более, когда акция посвящается нашим дедам и прадедам, победившим в великой битве за родину. Самыми быстрыми оказались воспитанники Курагинской детско-юношеской спортивной школы, занимающиеся под руководством тренеров Краева и Ашкапина. А вообще, результаты определялись в возрастных категориях. Сразу 15 человек приняли участие в акции из детского сада номер 15 во главе с заведующей. Сегодня принимаем участие в забеге, который имеет значение такое великое, посвященное Великой Отечественной Победе, Великой Отечественной Войне. Это очень приятно, что мы чтим, что ребятишек очень много, что нас, взрослых, много. Настроение отличное, все классно, организация молодцы. Сегодня самое главное не победа, а само участие, хорошее настроение, спорт, жизнь, мир. Мы против войны. Анастасия Победина в пробеге участвует второй раз, и она не оказалась в числе первых. Последняя. Но настроение у нее хорошее. В своих возрастных категориях лучшими признаны Николай Лихоузов, Софья Богатырева, Анжела Майерчук, Артем Кузьменко, Мария Василенко, Кирилл Калмогоров, Ксения Гурина, Алексей Кожемяченко, Максим Гайсин, Ольга Тамарских, Вера Горшунова, Иван Решетников, Анна Данилина, Дмитрий Величевский, Людмила Освинина и Болеслав Пономарев. Все, кто в этот день оказались на пьедестале почета, получили билеты в кино в качестве приза. Ну и, конечно, медали. В забеге приняли участие более 180 человек. Из них порядка 60 человек – это молодежь и взрослое население. И это очень приятно. Каждый сегодня решал свои задачи. Кто-то бежал на результат, кто-то просто принимал участие в акции, отдавая дань великой победе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!